В ближайшем будущем демографическая ситуация в южных областях России может в корне измениться, причем не самым лучшим образом для представителей титульной нации. Демографические данные по Ростовской области говорят, что этот регион в скором времени может стать армянским анклавом. Так, по статистике, смертность в Ростовской области превышает рождаемость. За ямварь-март этого года дончан умерло на 5604 человека больше, чем родилось. Это больше, чем в соседнем Краснодарском крае. Из 55 городов и районов Ростовской области естественная убыль жителей, то есть когда смертность превысила рождаемость, отмечена в 54. И лишь исключением стал только Мясниковский район, где в основном проживает армянское население. Здесь на 9 малжей родилось больше, чем умерла селян. Российские СМИ пишут, что Кубань активно заселяется гражданами Армении. Так, на 5,7 миллиона населения в регионе приходится чуть более миллиона армян, который, кстати, стал главным расследником криминальных элементов на юге России. Именно армяне составляют главные организованные преступные группировки в области. К слову, представители этой нации глубоко засели в законодательной, исполнительной и судебных властях, что дает возможность чувствовать себя вольготно для реализации любого рода деятельности. Изменением в демографии региона влияет также высокая безработица, так как местная молодежь старается покинуть регион и уехать в крупные города. За время эпидемии коронавируса безработица в Ростовской области выросла втрое с 0,8% до 3%, сообщил губернатор Василий Голубев. К началу июня число зарегистрированных безработных в Ростовской области составило рекордные 61,6 тысячи человек. В режиме неполной занятости в Ростовской области работает 29 тысяч человек, 49,5 тысяч переведено на удаленку. Однако жители армянской национальности или новоисвеченные граждане России, приехавшие на заработки в Россию, без работы не остаются и здесь не обходятся без помощи соотечественников, которые создают все условия для представителей армянской национальности. Во многом этому способствует начальник управления службы занятости Ростовской области Сергей Григорян, который охотно благоустраивает своих соплеменников на бюджетные места. Помимо прочего, армянскому присутствию в регионе очень помогает депутат местного заксобрания, участник списка Forbes и глава армянской диаспоры Ростовской области Арутюн Сурмалян, который запомнился тем, что создавал свои капиталы при активной поддержке мафии. Отдельные районы Ростова-на-Дону, как Железнодорожной, откуда был избран Сурмалян, местное население и вовсе именует Араратской из-за большого наплыва армянского населения. Такими темпами Ростовская область в скором времени и вовсе превратится в армянский анклав в составе России. При этом нужно отметить, что в стратегически важном для России регионе Армении, являясь крупнейшим национальным меньшинством, становится рупором для антироссийской деятельности зарубежных сил. Редактор субтитров А.Семкин